доброе утро друзья до видосик еще под ключи в руках рано проснулась решила до дождя вывести baby и сегодня день самоконтроля поймете потом что это для меня обозначает все он там моя терпила привязана ждет ждет все мы пошли успели выйти до дождя но собака не хочет идти по траве потому что некоторое время назад дождь шел и она меня тащит ходить по дорожкам я этого не люблю все-таки как-то мне кажется ближе к собачьим натурам это травка травка что делать она мне такой товарищ своевольный ну вот убиваем двух зайцев сразу во первых гуляем во вторых я пришла так рано утром в лес что здесь даже еще темно для того чтобы свое любопытство удовлетворить я наверное упустила момент потому что вчера я для шорца снимала грибочки которые как бы у меня зародились сомнения перед сном я полазила и по грибникам и по определителям и и по всему чему угодно и сегодня как сказать воспользовавшись тем что мы рано пришли гулять хочу проверить правильно ли я определила вид грибочков сейчас посмотрим не успели дождь пошел но мы уже двигаемся в сторону дома поэтому не страшно не сахарные не растаем выгулено вымыто накормлено погнали дальше самый страшный момент утро наступил страшный момент утра утренний себя накормить завтраком узнаете это та самая ленивая очма не знаю с этим словашом если честно мне не особо сырный вкус творожный вкус все приятно все хорошо но очень хлебный привкус и как это сказать ну люди занимающиеся тестом сразу поймут что тесто здесь нет здесь есть хлебное изделие кофе с молоком кусочек очмы кстати впервые ее буду есть тех пор как испекла а почему страшно да потому что я могу сразу захотеть спать я проснулась в 5 30 по физиологическим нуждам а потом посмотрела какая погода и решила что на себя пересилить и пока нет дождя вывести baby гулять поэтому сейчас сытый желудок может мне подать сигнал спать пора пора спать следующий шаг моего дня самоконтроля это я сварила варенье из черешни купила я себе черешню не знаю сколько дней назад в конце дня уже очень поздно было гуляли мы с baby и там значит сделали скидку по 200 рублей продавали остатки черешни красивая красивая до невозможности черная одна к одному крупненькая дома пришла на мыло она оказалась невкусная то ли ее подморозили и она знаете несмотря на свою красоту внутри стала такая резиновая у нее в общем она невкусная и я решила что но деньги отданы надо жрать они вкусные так не хочется и выбросить жалко и тут я вспомнила раньше у меня дома каких только таких вот небольших баночек даже не 0 5 а поменьше не не знаю от чего и из винограда и из персика и из абрикоса и из киви и из дыни я не знаю какого только варенье было не было мандарины апельсины в общем все что купила и не понравилось у меня все шло в варенье у меня всегда было разнообразие знаете кто-нибудь из приятелец придет там давай чайку попьем варенье положу все только что это вот но тоже сварила вот сколько у меня ой где я вот сколько у меня получилось в общем полный вот этот вот контейнер варенье и что хочу сказать я опять обратила внимание что сахар стал какой-то ненастоящий я уже на это обращала внимание несколько лет назад когда я рассказывала внучки что я очень любила леденцы вот эти жженый сахар и она ой хочу попробовать я говорю ну давай пережжем сахар да это попробую что это такое и представляете он не растворился в нем какие-то образовывались нерастворимые комочки вот сейчас я варила варенье видите вот сироп прозрачный абсолютно но все стенки кастрюли и дно кастрюли она вот в этих вот каких-то нерастворимых частичках сахара так что мне кажется что кто хочет вот что-то такое вот делать да надо покупать наверное дорогой сахар а лучше всего коричневый какой-то хорошей фирмы да но если теперь он есть я не не очень интересуюсь редко сахар покупаю еще такое раннее утро я уже прям я не знаю как этот белка в колесе почистила плиту слушайте я ее знаете с какого дня с 30 ноября чищу ну это как бы сами понимаете кто слушает меня вы прекрасно знаете это не не моя плита и она не была новая но вот чем я ее только не чистила нет профессиональные средства вот эти дорогущие по 500 600 рублей я покупать не буду я воспользовалась всем что только нашла всеми рецептами которые только нашла в интернете не могу я ее до идеального состояния нет она так-то издали нормально чистая плита она не страшная она блестит но на ней есть дефекты и есть вот эти вот видите вот по краям я думала что это все очистится я сегодня даже видите скребок по стеклу попробовала потому что я прочитала что по стеклокерамике можно им попробовать ну как сказать деликат надо почистить ну вот видите да плита чистая нормальная но все-таки дефекты на ней есть наверное вот этой комфоркой больше всего пользовались потому что на ней вот такой вот этот белый круг он не знаю не могу я его ничем очистить на этой тоже как видите вот на лед мне почему-то кажется что это уже технические дефекты которые видимо ну как это уже повреждение скорее всего я знаю что продается средство для восстановления стеклокерамики но я его тоже покупать не буду вот поочистила меланиновой губкой видите какая она грязная после чистки ею пользуются без всяких чистящих средств поочистила раковину идеально все блестит идеально все вот чем мне нравится только не покупайте дерьмовые дешевые губки хотя эти губки они тоже но относительно дешевые я показывала я покупала оптом целую упа сейчас покажу целую вот такую большую упаковку она стоит до тысячи рублей они очень долговечные потому что она не одноразово те меланиновые губки которые иногда показывают в роликах которые рассыпаются на запчасти такие ну я не знаю крошки это все ерунда эти губки хорошего производителя кто у меня производитель а я не знаю кто у меня производитель они многоразовые я сейчас вот эту губку тоже помою а потом уже в следующий раз когда буду пользоваться после того пользование выкину ну вот китаезы какие-то не могу сказать все на 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 вот таком языке написано но я очень очень довольна кстати нет губка не берет стеклокерамику пробовала и не один раз и просто так и с каким-нибудь средством ну в общем нет если кто знает кроме дорогущих профессиональных как подручными средствами что-то такое сделать хотя не знаю меня не бесит меня бесит только тогда когда я ну как обращаю на это внимание а так чистое чистое ну так да подбешивает все сейчас мне нужно запустить стирку а дальше у меня процесс из-за которого я сегодняшний ролик начала ой ну что я специально делаю всякие мелкие дела чтобы подольше не заниматься тем что мне не хочется делать но это видео ради этих дел затеяно у меня сегодня в основном полотенца там напихано они разноцветные я на всякий случай засуну этот самый уловитель цвета никогда им не пользовалась просто когда мы разъезжались по разным странам я спросила ну собирались да я как раз упаковывала упаковывала ванную ну и что-то там спрашивала а это ты будешь брать а это ты будешь брать вот и спросила это что за тряпочки я думала может лапы кошкам вытирать а это оказывается уловитель цвета никогда не пользовалась я предпочитаю нелиняющие вещи и стирать темное с темным светлое со светлым тем более белое я у меня практически нет ничего белого я этот цвет не люблю вот максимально светлое это бежевое у меня но иногда пользуюсь вот так вот типа а надо попользоваться как там понты превыше всего что ли ну вот делать нечего надо приступать просто я уже после похода в на новодевичье кладбище и в новодевичий монастырь в который я не пошла вы это уже видели в видео не пошла по абсолютно определенным причинам по финансовым потому что новодевичий монастырь он весь 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 платный каждый чих надо платить поэтому я туда и не пошла вот я обратила внимание после этой поездки что сил моих нет больше я уже давно жалуюсь что у меня упадок сил у меня большая утомляемость у меня плохое настроение у меня опять обострились боли в ногах вот боли в ногах это последствия перенесенной вирусной инфекции которая все еще гуляет по миру и никуда от нас уходить не будет поэтому я решила что тянуть дальше нечего и мне надоело я сама от себя устала мне надоело мое нытье и поэтому надо собственно говоря сделать то что я собиралась сделать давным-давно насытить организм различными вспомогательными веществами которые будут нам помогать выбраться помогать 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 выбраться из различных состояний это я просто витаминки розовенькая у меня сиреневая розовенькое то утро синенькое да синенькое это вечер это у меня остатки Где они? Это у меня остатки очень таких ударных кальциевых таблеточек, кальций для ног, выводится жидкость из организма, такое у меня сейчас состояние и иногда начинаются неприятные судорожные явления, так как тех таблеточек мало. Добавим вот такой кальций и к ним добавим, это не то, и к ним добавим вот такой кальций. Так, кальций принимают вечером, перед сном, он так лучше усваивается. Так, с кальцием разобрались, на всякий случай расторопши, ну это один из видов расторопши, принимают утром и вечером, последуем этим советам. Ну вы знаете, это чистка печени, мои состояния сейчас настолько нех... Ну вы знаете, это не таблетки, это все биодобавки, никакого вреда они нам не приносят, но перебарщивать с ними не стоит. Я сейчас для себя решила, что мне пока хватит 7-дневного курса, да. Это магний, нормализация давления, успокоение нервной системы. Мне неплохо бы попить утром и вечером. Давайте, утром и вечером. Ну и почему мне было лень вот этим заняться, просто я же представляла, какие горсти у меня наберутся, да. Поэтому это все очень сильно страшит и утро не радует, потому что начинаешь представлять, как ты сейчас будешь заглатывать эту кучу всего. А как правило, вот эти вот, ну, биодобавки делают в таких немаленьких капсулах. Ты пока их попьешь, попьешь, попьешь. И я хотела что-то из прописанного мне для ног попить, но я решила, что вначале я все-таки добавлю себе один тоже такой препаратик. Как он нормализует нервную систему, работу сердечно-сосудистой системы. И это мы пьем утром. Три, четыре, пять, шесть, семь. Сегодня я утром ничего не пила. Сейчас догоняться я уже не буду. Если мое состояние через семь дней не улучшится, то я, ну, как сказать, более серьезные меры приму. А так как я собираюсь опять выехать из дома прямо вот в ближайшее-ближайшее-ближайшее время, то как бы я пойму, помогает мне, не помогает то, что я начала усиливать организм различными вспомогательными средствами. Ну, вот не знаю, может быть, мне добавить для ног таблеточки. Это, ой, господи, они предназначены для утреннего приема. Ой, представляете, какая куча. Ходила я, по-моему, у меня был ролик. Ходила я к докторам. Денег потрачено немерено. Никто никакого диагноза не поставил. Лечение было назначено, так сказать, ну, как бы профилактическое, типа, а вдруг поможет. Единственный доктор сказал честно, что последствий после вируса масса, а они не изучены и пока еще не знают, как же их все-таки лечить. Поэтому своими средствами пытаемся восстанавливать организм. Ну, вот набрала я себе на неделю таблеточек с завтрашнего дня. Начну принимать авось. Мне очень хочется улучшить свое самочувствие, потому что я, собственно говоря, ну, не особо радуюсь своему состоянию. Тем более, что я человек достаточно веселый, достаточно активный. А сейчас у меня состояние нервическое, подавленное и очень-очень-очень нестабильное. Мне это не нравится. Одно неприятное действие сделала. Благодаря вам, благодаря тому, что я решила, что я сделаю это на видео. А если я себе назначила сделать на видео, то я это сделаю. Главное, тебе не забросить. Ну что, машинка постирала, я развесила. Надо к другим делам приступать. Пока еще могу. Биби! Кто там лезет? Кто там прятится? Ты боишься? Ты сильно боишься? Боится она потому, что здесь стоит утюг и гладильная доска. Вот тут-то меня чувствую и накроет. Кто еще не любит гладить так, как не люблю я? У меня заготовлено для Глажки два платья. Я же собираюсь выбраться из дома опять. И все бы ничего. Но у меня всегда платье, это не то, что, знаете, там два шва и так далее. У меня всегда платье таких сложных кроек, что у меня просто сил нет, видите, со всякими подрезами, всякие во все стороны, швы идут какие-то. Это еще сложная достаточно ткань, но она, я не знаю, как она называется, она такая вискоза с чем-то. Тонкая-тонкая-тонкая, на морлевочку похоже. А это на другую погоду. Очередное платье под джинсу. Оно тоже достаточно тонкое, но его преимущество в том, что здесь три четверти рукав. Это на более прохладную, а тут с коротеньким рукавчиком платье. Бабечка, будем гладить? Хочешь, я с тобой полежу? Ха-ха-ха-ха-ха. Пути к отступлению. Бабечка, хочешь, я с тобой полежу? Ха-ха-ха. Ты моя маленькая? Мой цыпленок, моя куколка? Куколка? Ты куколка или ты киска? Киска? Киска, ты киска, да? Или куколка? Или пирожок мой? Ну что, как у меня дела продвигаются? Одно платье погладила. Если честно, второе платье убрала. А я посмотрела гесметио, во-первых, три дня дождей обещают с падением температуры до, по-моему, 19 градусов. И потом, вот не как было прошлый раз, неделю шли дожди, а потом сразу бабах, 37 градусов. Нет, а в этот раз только к концу следующей недели обещают повышение температуры до 25-26 градусов. Поэтому, я думаю, что то тоненькое-тоненькое летнее платье мне вообще не пригодится. Вот здесь вот, вот здесь вот на этом платье была тоже вот так вот с стразами. Но там было еще на такой гипюровой ленте и стразы разного размера. Было написано Лондон. У меня что-то с головой в какой-то момент случилось. Видите, какой здесь сложный крой, поэтому гладить очень сложно. Но я люблю такие вещи. У меня практически все платья с какими-то вот такими подрезы, обрезы, всякие там защипы и прочее. Вот. Что-то у меня случилось с головой. Я подозреваю, что это во время переезда, сборов, разъездов по разным странам. Обычно я платье упаковываю в специальный пакет, выворачиваю на левую сторону, фиксирую, чтобы эти вот надпись стразовая не отвалилась. А тогда я, видимо, просто в машинку закинула, и у меня вся эта надпись прахом. Поэтому я ее просто отпорола. Хорошо, что обошлось без следов. Да, елки-палки. Вот некуда у меня абсолютно вешать. Да, даже через это, через камеру телефона. Ну вот, есть какой-то вот маленький-маленький зацепчик. Хотя нет, это, по-моему, просто не проглажено. Или все-таки есть. Ну вот так вот. Платье я себе подготовила. Придумала, какую сумку и какую обувь возьму. Надо только заранее подготовить. А то, как всегда, в последнюю минуту, если я буду собираться, значит, я опять возьму сумку, которая вот тут под рукой стоит. И, как всегда, свои вот эти вот походные летние белые туфли. А мне уже надоело. У меня много нарядов. Я хочу эти наряды использовать. Так. Дождь на минутку прекратился. Я одеваюсь иду в магазин. Кто у меня тут лежит такой маленький? Кто лежит такой хороший? Глазастик мой. А, глазастик мой. С одной стороны, я выстрелила ей слезную вот эту вот дорожку. А с другой стороны, она не далась. Поэтому кажется, что глаза грязные. Нет, это такие слезные дорожки, которые... Вот, это не глядь. Это не глядь. Надо приводить собаку в порядок. Вообще-то у меня было сегодня в планах ее привести в порядок. У меня такие долгоиграющие. Я постоянно говорю, надо привести собаку в порядок. Надо привести собаку в порядок. Ну, это значит подстричь, привести морду в порядок там. Уши, а то она вся такая заросшая. А что такое? А что такое? Не любит она сниматься. Не любит. Беби. Беби. Куколка. Куколка. Ладно, пошла одеваться. А, ну да. Вместо летнего платья вот я смонтировала видео. И надеюсь, что сегодня еще и успею выложить. Видите, что у меня творится? Это когда была жара. Мы с Беби очень рано утром выходили гулять. И очень поздно вечером. Ну, чтобы более-менее было не жарко. Вот. И потом проводили день на диване вообще. И чтобы лишний раз не шевелиться, я вот рабочий компьютер вот на эту лесенку сюда поставила и никак его не переставлю. Обратно на стол. Хотя это... Начало восьмого. Обратите внимание, как быстро все высохло. Хотя дождь шел. С самого утра. Что случилось? Беби, все нормально? Не знаю. Я очень довольна сегодняшним днем. Потому что он у меня был запланирован как такой вот контрольный день. Он мне много чего объяснил и показал. И про мое самочувствие. И про там всякие утомляемости, настроения, неврозы. Конечно, если честно, без вас бы я не справилась. Я уже обратила внимание, насколько съемка видео дисциплинирует. Особенно меня. Потому что у меня есть такой комплекс отличницы. Что если я как бы... Если есть задание, я его должна выполнить. Сегодняшний день у меня случился благодаря тому, что я снимала видео. Я чувствовала свою ответственность. Ну и, естественно, следила, наблюдала за собой. Что я в этот период еще сделала? Я дождалась пока. Утих дождик. Сбегала в магазинчик. Сварила себе супчик. Потому что у меня практически нечего есть. А еще я купила, начистила картошку. Я хочу сделать на ужин драники. Вот мне их хочется. И я надеюсь, что я их поем. То есть сейчас я выгуливаю бэби. И пойду тереть картошку и жарить драники. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Может быть, я и не сделала всего запланированного. И то, что мне хотелось сделать. Но, тем не менее, я не чувствую никакой своей вины. В общем, у меня сейчас достаточно хорошее настроение. Потому что я реально очень много... Очень много всего поделала за этот день. Мой день начался в 5.30. Сейчас уже 8.00. Начало 9.00, кажется. Надо лечь пораньше спать. И я надеюсь, что сегодняшний день и его такая загруженность. Помните, я снимала два раза эту Волгу? В шорцах, по-моему, она у меня была. Вот. И сегодняшний день и его такая загруженность. Что у меня с собакой? Она вся на нервной почве. Она когда нервничает, она начинает, ну, как бы задыхаться. И делает такие хрюкающие звуки. Но если ее погладить там, успокоить, она тут же это прекращает делать. Все, друзья, я с вами на сегодня прощаюсь. Я надеюсь, никого не утомят мои такие ролики. Тем более, что два видео подряд у меня. Одно видео болтальное из леса, где я ною и переживаю за дальнейшую судьбу собаки. Нет, она не больна, с ней ничего не случилось. Но, посмотрев видео, вы поймете, о чем я там переживаю. Вот. И сегодняшний, который вот такой вот для меня контрольный день. И я его снимала. И, может быть, когда-нибудь опять на очередной прогулке в лес. Потому что я же собираюсь уезжать опять погулять. Значит, после прогулки будет обязательно лес. Я вам расскажу про свои выводы, которые я благодаря этому дню получила. И еще раз вам огромное спасибо за то, что вы меня стимулируете к тому, чтобы я не бросала на середине. Если бы я делала это самостоятельно, я бы давным-давно бросила фиксацию. И, возможно, даже и на диванчик прилегла. И какие-то дела от каких-то дел отмаснулась бы. Все. Наш Бродвей. Тут уже невозможно идти спокойно. Тем более, с камерой. Поэтому всем пока-пока. Хорошего. Бэби, бэби. Бэби. Всем хорошего настроения. Надеюсь, что у всех у вас все нормально. Ваши близкие все здоровы рядом с вами. Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите. Цените оставшихся друзей. И до новой встречи.